Добрый день, мои дорогие! Сегодня хочу поделиться не только покупками к осени, но и эмоциями от них. Тем самым, подняв, как всегда, вам настроение и желание что-то сделать для себя, для своего дома, я знаю, что часто этого вдохновения в суете будничной нам не хватает. Я всегда об этом говорю и не устану повторять. Поэтому вдохновляющее видео для вас от меня сегодня. Еще раз повторюсь не только о покупках, но и об эмоциях от них. Я помыла фрукты. Посмотрите, настоящие дары осени. Помыла и поставила их, потому что вы у меня в гостях. Очень жаль, что я не могу угостить вас вживую. Но пусть хотя бы так у вас будет создаваться впечатление, что вы перешли ко мне в гости. Там как раз к моему уютному видео осеннему. Сапит наша Асенька. Это не все мои покупки. Другие уже нашли свое место в доме. Где-то украшают, где-то помогают в быту. Я думаю, что в следующем видео я вам покажу, что еще новенького у меня появилось. Знаете, у нас по-прежнему лето. Очень тепло. Я бы даже сказала, жарко. Что-то у нас на улице, знаете, как летом. Жизнь кипит, что-то там гремит, трещит, что-то делают, кричат дети. Поэтому фон такой еще немного летний. Первое, что я хочу вам показать, мои дорогие. Давайте начнем с предметов интерьера. Самое, что ни на есть осенний предмет декора, это тыква. Бирочку сразу снимаем. Она бархатная и просто изумительная. Покорила меня своей текстурой, вот этими своими всеми неровными гранями. Можно их назвать гранями. И мне кажется, что она в любой гостиной, в любой спальне будет смотреться просто великолепно. Для кухни, наверное, с такого материала это не очень хорошая идея. Хотя, если у вас хорошая вытяжка, и вы уверены, что ничто на ней оседать не будет, наверное, можно и для кухни. Это не первая тыква в моем доме. Вы уже помните мои остальные тыковки. Так что будет у меня пополнение. Очень уютная тыква. Как вам? Асенька там в полной отключке. Аж вывернулась животиком кверху. Так, как всегда у меня много свечей. Вот, например, такую с ароматом пачули. Сверху есть такая резная крышечка деревянная. Мне очень нравится эта вот идея, потому что здесь три фитилька. И если вот днем, когда она не горит, мне кажется, так более эстетично выглядит, чем там уже подпаленные эти фитильки и полусожженная свеча, выглядит очень эстетично. Нерезкий будет давать очень такой нежный, уютный аромат в гостиной. А вы сидите в пледе, вяжете, смотрите какой-то сериал или еще свечи. И наверняка это будут не все свечи осенью, потому что, сами знаете, время свечей. Это вот мои любимые свечи, которые как бы сгорают внутри, и получается такой вот прозрачный, как фонарик. И он безумно красиво смотрится, и они очень долго горят. Вот такая огромная свеча в апельсиновом цвете. Скорее всего, будет стоять на кухне, либо в прихожей. И вот такая свечка, даже не знаю, это, наверное, такой, знаете, горчичный цвет. Тоже очень приятный, натуральный. Поставлю ее на кухне. И также у меня есть маленькая свечечка в стекле из Икеи. Купила, конечно же, из-за аромата. А, вот, бирка, я еще сбоку. Тут, конечно же, тыква. Канели. Корица. И пахнет она необыкновенно. Сам стаканчик из себя ничего особенного не представляет, но аромат для настроения, конечно. И я обязательно куплю еще маленькие свечки, такие чайные, которые ставятся в маленькие подсвечечки, тоже с ароматом тыквы. Так, мне что-то нужно здесь отставлять, чтобы я вам одно и то же не показала. Так, со свечками разобрались. И также для кухни у меня есть новое. Это вот такой дозатор для средства для мытья посуды. Очень мне понравился. В прошлом году я покупала себе тоже керамический, тоже симпатичный. Но за год, конечно, у него немножко пришел в негодности вот этот механизм верхний. И здесь покрывается все равно вот этот вот налет белый от воды. Очень красивого зелено-золотисто-бежевого, оливкового, ну просто необыкновенного оттенка. Он такой глянцевый. И здесь очень красивого оттенка металла. Ну здесь, наверное, часть металл, часть пластмасса покрытая таким вот бронзово-розовый какой-то. И, конечно же, в пару к нему новое мыло для рук. Вы помните, что я небольшая поклонница косметики Ричуал, но они у меня почти всегда есть. Помните, у меня в прошлом году стоял вишня, цвет вишни. А сейчас я купила вот такой вот красный. Вы знаете, я заметила, в этом году меня прям тянет на красный цвет. И даже среди моих покупок, я сюда смотрю иногда, потому что они у меня тут все стоят, прослеживается такая как красная нить среди моих покупок. Что-то потянуло на красный бордовый цвет. Да, собственно, я и в платье сегодня бордовым. И палетка у меня на глазах там есть такой красный интенсивный цвет. Но, наверное, за счет света и камеры, конечно, она немножко съедает макияж. Поэтому он не такой интенсивный. Ну вот, что-то на красный цвет меня потянуло. Дальше я вам еще покажу свои красные покупки. Так, здесь индийская роза и сладкое, и масло сладкого ореха, миндаля. Смотрите, как они классно вместе смотрятся. И посуду будет веселее мыть, и на кухню приятно зайти, и делать рутинные дела, которые могут быстро надоедать, потому что они изо дня в день, изо дня в день у нас, у женщин повторяются. А здесь такое, такое счастье. Пользоваться красивыми, приятными вещами, которые вам нравятся. Так, девчонки, я сказала, что закончились мои покупки для дома. Но сейчас я вам покажу самую эмоциональную мою покупку. Она просто великолепна. Одну минутку, смотрите. Они уже в вазе, они просто так удачно. Я уже решила их не доставать. Помните, мои веточки зимние, да, настолько реалистичные, как будто они засохли после лета. Их припорошило снегом. Вот я их в поле сорвала. И, в общем-то, у меня не было желания собирать какой-то такой вот букет из веточек, кроме как зимний. Но когда я увидела этот физалис, а на вити моих коней, я там чуть все эти ветки не собрала. Сколько их там было? Не знаю, наверное, штук 10. Но потом я просто поняла, что это будет перебор, потому что красиво, когда все-таки несколько веточек, они выглядят более естественно. На камеру, я думаю, сейчас все это выглядит как-то, не пойми как. Я покажу вам потом на своем столике, вот в этой вазе. Они так, естественно, смотрятся, как будто вот просто несколько веточек засохшего физалиса я поставила. Они так, естественно, падают на бок. Возможно, в будущем не будет что-то еще попадаться для моего осеннего букета. Вот из таких веточек я буду что-то добавлять. Но пока остается вот так, и он великолепен. У него настолько прекрасные оттенки природные от светло-желтого, какой-то охры, оранжевый. И вот этот вот оттенок, он прямо светящийся. Вот как листья падают у подножия деревьев, да? И прям как неоновый свет идет от земли осенью. Вот такого же цвета. Настолько гармонично смотрится в интерьере моей спальни. И ты просыпаешься, прям видишь вот эти вот как огоньки. На столе очень красиво. Девчонки, это вот прям произведение искусства, не побоюсь этого слова. Великолепные веточки. Браво тому, кто это придумал. Я здесь оставляла бирочку. Как и тыковка, так и вот эти веточки. Они с одного магазина. Для девчонок, кто живет в Литве, это как всегда мой любимый Томас Филипп. И соответственно, они сделаны в Германии. Здесь так и написано. Физалис. Длина 93 см. Естественно, я внизу уже ножки там подогнула. Там внутри как проволока. И их можно согнуть. Это не только укорачивает их, но и помогает удобно установить вази, чтобы они стояли так, как вам нужно. С нужным наклоном. Просто невозможно передать, насколько они великолепны. Сам материал, из которого они сделаны, похож на сжатый шелк. И внутри присутствует шарик, как вот в настоящем Физалисе. Его можно ощущать руками. И даже через некоторые вот эти вот бутончики, он как будто бы даже просвечивается. Либо так сделан листик там с такой имитацией, как будто бы просвечивается. Ну, в общем, очень качественно выполнены веточки. Необыкновенно. У меня нет слов. Нет слов. Могут дать фору живой ветке. Надеюсь, я не слишком много на себя беру. Делаю такие заявления. Так, ну что ж, пойдем дальше. Я забыла, кстати, вам показать, как всегда, целую кипу салфеток. Это что тоже у нас относится к покупкам для дома. Пожалуйста, не судите строго, мои дорогие. И не надо, девочки, мне писать о том, что некрасиво на стол подавать, класть, простите, подавать салфетки бумажные. Я осведомлена о правилах этикета, поверьте мне. Я не встречаю у себя в доме английскую королеву, не встречаю даже званых гостей. В принципе, почему-то в предыдущем видео, по сути, некоторые решили, что я пытаюсь имитировать сервировку какого-то званого обеда или чаепития. Это абсолютно не так. Ну, каждый видит то, что хочет. Я несколько раз в видео сказала, что это просто пример, это даже не сервировка. Но у некоторых прямо, я не знаю, простите, горит одно место. Вот, я использую салфетки каждый день. Завтрак, обед, ужин. И я всегда хочу, чтобы это было красиво. Мне нравится возможность, благодаря салфеткам бумажным, разнообразить сервировку стола моим родным и близким, себе. И я, даже если у меня будет десятки тканевых салфеток, я не собираюсь их использовать в повседневной жизни и потом настировать их сутками напролет. Вот, поэтому давайте тему салфетками закроем. Если вас этот момент на моем канале так триггерит, то, пожалуйста, просто отпишитесь и больше не смотрите моих видео. Салфетки бумажные я любила, люблю и буду любить. Покупаю их в больших количествах. Итак, девчонки, это было такое риторическое отступление. Вот в таком великолепном оттенке кремово и зеленый хаки. Я обожаю в последнее время оттенки природные, поэтому с удовольствием их покупаю. Очень красивые салфетки, очень красивые. Я не понимаю, как они могут испортить серверовку. Эти даже на Новый год можно использовать. Я люблю красные. Здесь, знаете, даже не золото, а такое хаки. Золото с хаки. Очень красивые. Также вот такие интересные салфеточки. Какие-то мушки, букашки, таракашки. Прелестные. Вот такой осенний принт. Тоже очень красивый. Вы знаете, салфетки улетают очень быстро, несмотря на то, что я разрезаю их пополам. Я вам уже говорила. Дело тут даже не только в экономии, но и в том, что они толстые. Ими даже не очень удобно бывает пользоваться. И вполне достаточно в повседневном использовании. Вот половинки такой салфетки. Моя мама сказала, что надо вообще еще раз разрезать. Но я не согласилась. И вот такие салфетки. Вы знаете, здесь рождественская звезда, цветок. Они даже вполне уже подойдут и к новогодним каким-то сервировкам. Но и к осенним тоже неплохо. Здесь вот и боярышник или шиповник. Не знаю, что какие-то ягодки красные. Ну, в общем, такие. Так, салфеточки я вам показала. Дальше. Ну, не так уж у меня много и покупок осталось. Давайте покажу вам нитки. Я, как уже сказала, в этом сезоне красный цвет у меня просто прям превалирует. И вот такие ниточки. Это Drops. Drops? Drops. Не знаю, как правильно читается. Air. Я очень люблю эту нитку. Помните, я с этой ниточки вязала кардиган для мамы, который я назвала объятие Embrace. И вот я купила. Хочу такой кардиган связать для себя. Красного цвета. Мне кажется, очень идет. Это новая палитра у этих ниток. Просто великолепная. Здесь, так, сейчас скажу. Сейчас, минуточку. 65% альпака, 28% полиамид и 7% шерсть. Очень нежные, мягкие, просто как котеночек. И я уже, честно говоря, начала вязать. Ой, моя корзиночка. И у меня уже практически связана кокетка. Я вяжу в две нити. Мамин кардиган я вязала в одну нитку. И смотрите, какое полотно. Оно просто великолепное. Очень мне нравится. Слово великолепное я повторила сегодня сто и один раз. Прошу простить. Ну, здесь вот еще, наверное, каких сантиметров может быть 4-5, потому что он будет оверсайз. Еще больше, чем мамин был. Хотя петель я набрала не больше. Но я взяла больше размер спиц. И в две нити. Вот такой вот он великолепный. Обязательно покажу. И вы знаете, у меня так разыгралась фантазия. Просто он будет немножко отличаться от моего кардигана для мамы. Там, помните, у меня были такие, как ромбы, да, с косичками переплетающимися. Возможно, я оставлю немного тонких косичек внизу, как там были на рукавах. Это можно посмотреть в моем вязальном аккаунте. Ссылка есть под видео и в шапке профиля канала. Может быть, внизу тоже оставлю от резинки такие небольшие косы. А вот сверху полотно мне пришла идея, знаете, украсить какую-нибудь аппликацией. Ну, грубо говоря. Я свяжу какие-то элементы. Возможно, даже крючком. Скорее всего, крючком. У меня есть одна задумка. И эти элементы будут у меня... Оставалось немного на такой пайетке. Я покупала ее совсем для других целей. И использовала не для себя. Мне показалось, что она такая слишком блескучая. Но мне пришла идея вот этих элементов, где будет пущена вот эта нитка с этой пайеткой. Не знаю, получится ближе показать. Они очень красивые. Она не яркая. Вернее, она красная, конечно. Но такая полупрозрачная. И такой вот от лиф есть. И неоновая, и в голубой, и в холодной уходит очень красивой. Я, конечно, все буду пробовать и с вами делиться, показывать. Должно получиться что-то шикарное. Мне так вот видеться с этими элементами, с этой пайеткой. Ужасно хочется поделиться с вами и рассказать, что это за элементы и какие у меня задумки. Но не буду этого делать, потому что, знаете, вдруг что-то не получится. Или будет как-то слишком пестро. Вы знаете, я вообще такой сдержанный во всем человек. Консерватор. И я люблю вещи такие, знаете, более спокойных цветов. А тут что-то меня последний год понесло в такую яркость, насыщенность. И я даже не знаю почему. Хотя в молодости я очень любила яркие цвета. Но потом на протяжении лет 20 у меня была такая стабильная спокойность без каких-то ярких вспышек. В моем гардеробе, в украшениях, во всем. А сейчас моя фантазия рвется наружу. Возможно, это тренды. Возможно, это то, что диктует наша жизнь. А возможно, это все события, которые происходят. И хочется чего-то такого, чтобы вызывало крайне положительные эмоции. В общем, у меня надежда, что у меня получится просто обалденная вещь. И я, конечно же, с вами поделюсь. Так, девчонки, еще знаете, у меня есть... Конечно, я много ниток покупаю и хочу связать платье. Была вдохновлена работой одной мастерицы. Даже не ожидала. Я прямо увидела на себе это платье. И сразу же заказала. Нашла нитки, которые бы хотела. Сразу заказала. Буду вязать их либо параллельно с этим кардиганом, либо сразу после. И вот такие ниточки тоже я приобретала. И знаете, какой получится рисунок? Не рисунок, а принт. Конечно же, леоперт. Там видно на рисунке. Мне очень понравилось. Я видела вживую образец. Он просто великолепен. Это французские ниточки, филдар. И здесь входит 71% махер, 10% шерсть, 17% полиамид. И написано 2% эластан. Честно говоря, я даже вообще не ожидала. Но нитка, конечно, не тянется. Может быть, 2%. Даже странно. Ну, раз написали, значит, есть. И у них тоже такие оттенки. Очень натуральные, землистые, что ли, но не лишенные. Здесь, знаете, перекликается и горчица, и коричневый, и розоватый, и такой хаки золотистый. Очень интересные нитки. Хочется связать какой-то короткий кардиган. Вот чтобы вот так был под горлышко здесь. Простите, что-то заговариваюсь. И какие-то красивые пуговицы должно получиться просто шикарно. Я так думаю. Так, девчонки, и для себя покупки, конечно, одежду я не очень умею демонстрировать, показывать. Как-то у меня к этому и душа, в принципе, не лежит. Наряжаться я люблю, но демонстрировать это не умею. Я не фэшн-блогер, безусловно. Но вот не показать вам палантин не могу. Посмотрите. Он с котиками. Просто прелестно, правда? И когда его увидела, так в магазине мимо проходила, и он лежал. Я издалека прямо на него вот так сквозь дверь к этому палантину. Сразу взяла его в руки, уже не выпускала. Он двусторонний. Здесь цвет такой малиново. Знаете, малиново-бордово. Это не чисто малиновый и не чисто бордовый. В принципе, передает достаточно корректно на камеру. И он двусторонний. С другой стороны, вот такой благородный серый цвет. Тоже очень красивый. Здесь котики однотонные. А вот здесь даже каждый котик с индивидуальностью. Этот серый с сердечком, этот такой вот в полосатом свитерочке, этот с такой вот реже спинкой. Ну, такие вот, в общем, прелестные разные котики в разных позах. Тут какой-то обормот уличный такой худыш. Так, а вот этот, смотрите, как будто в форме тыква зеленая. Ну, просто великолепный. Он огромный. Я пока его примеряла в магазине, я, конечно, упарилась. Но было жарко. Но я надеюсь, что на осень он подойдет и будет греть. И можно как-то скомбинировать, чтобы часть была серая, часть бордово-малиновая. В общем, как вам нравится. Вот такой красивый. Мне очень понравился. Хотя я не любительница таких вот принтов ярких. Принтов, принтов, не знаю, как правильно. Такие вот, тем более с кошкой. Вот красота. Надеюсь, вы порадуетесь вместе со мной и вдохновитесь на покупку такого яркого шарпа. У меня серый такой жакетик есть. Классный. Ну, который можно носить уже в достаточно прохладную погоду. Он такой, как укороченный. Ну, именно жакет. У нас такой ткани пальтовый, как букле. И он туда будет очень-очень подходить. Девчонки, и небольшие косметические покупки для себя, которые я вам еще не показывала. Конечно же, я купила свой любимый крем на осень-зиму. Это Биотерм. У него теперь новая. Ну, по-моему, я уже предыдущую покупала. У него уже новая была баночка. Помните, она раньше была такая, тоже опять же, да, красный цвет. Но здесь сейчас он больше розовый. А раньше это была такая кругленькая, такая вот, как эти ниточки, баночка. Очень такая приятная осенне-зимняя. Но сейчас тоже, мне кажется, не менее приятная. Так. Это тот, который, помните, я всегда говорю, что он такой придающий объем кожи. Классный. Здесь очень хорошие кремы. Я рекомендую от души. Он антивозрастной. Здесь и экстракт красных водорослей, и коллаген, пептиды и так далее. Мой любимый уже много лет, вот как дочка подарила мне, так я и покупаю его периодически. Кстати, тот крем, который я, девчонки, я как показываю в покупке, все время смотрю сюда и не смотрю почти на вас. Пожалуйста, простите меня. Крем, который я купила на весну. Ну, я, у меня скоро уже, буквально на днях закончится баночка, я вам обязательно покажу. Это впервые был мной куплен крем тоже от Биотерм, тоже с хорошим составом. Он просто великолепный. Мне безумно понравился, пахнет инжиром. Очень приятно пользоваться им было. Также у меня появилась новая помадка от Лореаль. Я люблю эти помады Color Rich. У меня серия Nude Intense. Оттенок 177. Седьмой антентик, античный, что-то такое. Он, в принципе, практически идентичен моему цвету губ. Свет уже уходит, у меня уже одна часть лица вообще в тени. Но вот на камеру кажется, что он темнее, чем мои губы. Он темнее, он интенсивнее, чем мои губы. Но оттенок точно такой же, как у моих губ. Я не очень люблю свой оттенок губ. Из-за этого не могу пользоваться любимыми светлыми оттенками. Не то, что не могу. Я пользуюсь, но они не имеют того оттенка, который я хочу. Видите, губы у меня очень яркие. Такие с холодным подтоном. Вот. Вот такая помада. Но мне кажется, на осень классная. Пахнет она обалденно. Она не матовая, она сатиновая. Я вот уже не удержалась. И сейчас на видео ее нанесла. Простите. Как я уже сказала, она такая кремовая, такая приятная. И запах просто бесподобный. Я как представлю себя в этом... В этом палантине, шарфе. Идешь, тепло, листья шуршат. Аромат любимых духов. Так. Теперь к парфюму. Покажу вам один парфюм. Хотя он у меня не единственный из новых. Я планирую снять видео о парфюмах. Вы помните, у меня было 2-3 года, когда я не хотела никаких новых парфюмов. Мне ничего не нравилось. Мне не хотелось их пробовать. Семей не хотелось. Вот просто какое-то охлаждение к ним. Пользовалась только тем, что у меня было. Последние полгода у меня голод. Арефактурный. Хочется постоянно что-то нового вдыхать. Есть парфюмы, которые я... Парфюм один, во всяком случае, который я так читаю. Мне он очень понравился. Такой... Я вам все расскажу в парфюмерном видео. И вот есть новинки. Их немного. И одна у дочки хочу вам тоже показать. Потому что очень понравилось. Понравился парфюм. Понравилась новинка. А у меня появился вот такой вот. Почему я его вам показываю сейчас? Не в парфюмерном видео. Я не буду раскладывать его на ноты и много о нем говорить. А лишь потому, что он дополняет вот эту красную нить среди моих покупок. Также палантин. И вот мне захотелось вот сюда для настроения тоже добавить этот парфюм. В прошлом году осенью я попробовала его в магазине Дуглас. И получила сразу два комплимента. Первый в этом же магазине от мужчины, который сказал, а вот это что это за духи вот на этой девушке? Вы сейчас их брызгали или вы в них пришли? Мне очень нравится. Он выбирал подарок для кого-то. И второй комплимент я получила в этот же день от сына. Сказала, мама, что это за запах такой обалденный? Это не твои духи. Я никогда не слышал такой аромат. Вы знаете, ничего такого поражающего воображения. Это Жан-Поль Готье. Надо уже заканчивать. Надо было водичке себе стакан поставить. Ой. Но он очень-очень в моем вкусе. Очень осенний, очень, как я уже говорила, помада, палантин. Этот парфюм вкусный. Не хочу вдаваться в подробности. Расскажу о своих ощущениях, о нотах. Потом уже в видео парфюмерном. Ой. Очень красиво. Не ошибитесь, пожалуйста, потому что в таком вот флакончике есть в светлом, такой розовый. А здесь именно темный-темный бордовый, граничащий с черным. И вот золотыми цветами вот такая вот у него была коробочка, консервная банка. La Belle, La Parfum. С французским произношением у меня. Не ошибитесь, потому что вот тот розовый вообще не производящий никакого впечатления. Очень такой обыденный, тихий. А вот этот такой томный, глубокий, осенний. Что-то такое есть, знаете, ассоциация с печенными каштанами. С запахом листвы такой, не сильно перепревшей. А вот только-только начинает, когда такой приятный, и как будто ощущается аромат дымка, когда начинают топить в частных домах камины, печки. И груша, груша, вот я даже не знаю, там есть груша, но что-то есть такое вот, очень осенний. Рекомендую попробовать. Хороший. Хороший. Несмотря на то, что я сказала, что он не поражающий воображение. Ну, это действительно так, прям не что-то такое. Девчонки, обратите внимание. Но, еще раз повторяюсь, не ошибитесь. Это именно La Belle, La Parfum. Вот такие вот дела, мои дорогие. Я надеюсь, что своими покупками я, ну, как минимум подняла вас, не своими покупками, а этим видео, как минимум подняла вам настроение, и вы получили удовольствие. Я не могу вот этот аромат бесподобный. Все, мои дорогие, я целую вас, обнимаю. Счастливой осенью. Все будет хорошо. Пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»